Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян Это проблема восстановления или переучреждения уничтоженных на Ближнем Востоке государств И понятно, что если не будет этого процесса, государственного восстановления или сохранения То в принципе политического решения все эти кризисы не имеют Вроде бы только в рамках государства это возможно Вот я хотел, чтобы мы с тобой поговорили, а что вообще происходит с тематикой государственности В разных мейнстримовских и не очень мейнстримовских мыслительных фабриках Старых и современных И куда вообще мысль человеческая движется по поводу государства Ну по кругу, как и все, что у нас бывает, все движется по кругу, конечно Конечно, но нам, наверное, придется как-то обратиться и к понятию государства Может быть чуть позже, а я прямо сейчас на вопрос отвечу Ну вообще-то последние 150 лет, ну с Марса начинаю Тезис о том, что государство должно уйти, так скажем, из истории и из цивилизационного оборота Он объявлен прямо, как идеология Не должно быть государства Так это же не либералы говорят, не только Маркс Так нет некой разницы между либералами и коммунистами Они расходились только в одном Насколько коллективным или индивидуальным должно быть устройство постгосударственного мира Из каких единиц оно должно устроиться Ну практически коммунисты считали, что из коллективов Вот, больше или меньшего размера Кстати, никто этот тезис пока не опроверг, как тезис Что возможно все-таки коллектив это действительно ячейка будущего Особенно глядя на то, что происходит там в корпорациях и в так называемых очень продвинутых корпорациях Ну либо это индивидуальный обустроенный как-то человек Вписанный в какую-то систему, в которой он индивидуально пользуется всем Не связанный с коллективом Это действительно серьезная социально-инженерная разница Но и те, и другие утверждали, что так это и есть то, что будет на месте государства Это вообще-то пока утопия Никуда пока государства не ушли А там, где их ломают, как ребенок ломает свои игрушки надоевшие Вот, и выбрасывают их Ну там, там хаос, там кровь Там даже не какая-то, как говорят, средневековье Потому что в средневековье государства были и прекрасно работали И это вообще-то весьма цивилизованное время Это что-то задолго до еще неолитической революции Это какое-то первобытное общинное общество там возникает Там возникают охотники и собиратели Другое дело, что они в основном охотятся за головами дальше У племя и вожди, да? Да, 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 да Вот и все И никакой другой социальной реальности в отсутствии государства быть не может Такова реальность А утопия, конечно, утверждает, что нет, государство не нужно нам И мы должны его демонтировать А что должно прийти на смену демонтированному государству? Ну, здесь фантазия далеко не продвинулась Вот, общество, конечно А что же еще? И мы идут... Я почему и сказал, что ходим мы по кругу Потому что... Ну, кстати, ведь интересно От чего пришли... Ведь Маркс-то и его друг Энгельс И все, кто на эту тему рассуждали Они все время обращались к некоторому золотому веку Который был когда-то и должен вернуться Если вы вспомните, о чем говорил Ницше про вечное возвращение То тут никто особо не спорит Ну, кстати, ведь интересно, смотри Ты говоришь, общество должно вернуться Победившее общество А ведь интересно, что в теории Ведь это называется первобытно-общинное общество Вот ровно оно и должно вернуться Ну, масло масляным должно быть Мы же знаем про это Вот ровно оно и должно вернуться В основном все утверждения так к этому и сводятся Что масло без масла не сделаешь Но ведь вот между Сирией и Украиной Если так положить рядом на две плашечки Сирию и Украину Вот мне понравилось воскресенье Оказывается, в Казахстане, в Астане прошел слет сирийской оппозиции Спасибо, кстати, нашим казахским друзьям Что они этим всем занимаются в части политического процесса Они приняли там резолюцию из пяти, по-моему, или семи пунктов Вот, и в том числе там находятся пункты такие, как Федерализация и децентрализация Сирии В ходе политических реформ А также там должна быть амнистия И еще там много чего такого И все это, в принципе, должен обеспечить Асад Потому что они уже понимают Что если власть будет убрана То никакого политического процесса не будет в принципе Вот, кстати, это интересно Когда американцы требуют убрать Асада И одновременно требуют политического процесса Ну, им не привыкать Они, если вы проанализируете их дискурс Он вообще состоит в основном из противоречий Это, правда, никого не волнует совершенно Потому что словам не придается особых значений Ну, понимаете, если действительно всерьез говорить там о Сирии И сравнить ее с Украиной То есть все-таки некоторая разница Ну, Сирия это государство историческое А вот этот тезис про то, что нужно уничтожать государство Ну, в принципе, в пределе Он в переходный период Ну, когда еще не все государства уничтожены А поэтому некоторые будут уничтожены раньше, чем другие Естественно Ну, и что, как долго этот продлится период, не очень понятно Ну, пока одни государства будут уничтожать другие Во имя исторической перспективы Эти, те, которые остаются пока Наверное, будут пользоваться некоторым исключительным положением Ну, и на период исключительного положения Есть простая концепция Что, да что, какая проблема Государство можно построить, разрушить Снова построить И вообще производить их на фабрике Ну, соответственно, могут быть так называемые Провалившиеся государства Failed states Вот, и, соответственно, никакого особого тут инт пошива Не нужно Все, все рецепты известны Давайте демократию установим И государство само собой появится По поводу демократии есть несколько вопросов Вообще, может ли демократия существовать в чистом виде, спрашивают у вас Наши слушатели И когда Америка решила, что демократия Чем понять бы, что имеется в виду под чистым видом В смысле, как спирт А не как водка Да Ну, понимаете, да демократия существовать может в любом виде Поскольку она есть просто одна из конструкций власти Как правило, присутствующая наряду с другими В реальной социальной организации Всегда есть какой-то элемент демократии Он больше или меньше Даже самые-самые-самые серьезные монархии Все равно опираются на представительство Он просто Поясни, пожалуйста Монарх является представителем народа Это римская конструкция Консул является представителем народа Диктатор является представителем народа Ну, хорошо бы иногда подсчитывать право-то Вот, ну, понимаете, демократия сегодня не работает на Западе Со всей очевидностью Потому что для демократии нужна возможность Все-таки более-менее свободно изъясняться И быть в состоянии сложить 2 плюс 2 И высказываться Ничего этого нет Но если у вас есть информационная власть в руках И вы можете прямо в мозги граждан Транслировать самую, ну, отчаянную билиберду И она будет считаться чем-то, ну, напоминающим действительность А завтра она будет другая И все равно будет считаться реальностью Ну, да какая будет демократия работа? Демократия основана на том, что Люди свободно оценивают ситуацию И имеют свою точку зрения Вообще-то обоснованную ими самими А если вместо этого у них в голову провода вставлены Ну, так а при чем здесь демократия? Ну, между прочим Но утверждается ведь, что Это такая эффективная общая демократия Всеобщая, вполне себе управляемая Через провода Всеобщая управляемая демократия Ну, вот смотрите Такой, в общем, средний философ, как Фуко Он Любимую французом и великую французскую революцию Обсуждал следующим образом Подробно, детально Ну, конечно, она провозгласила свободы Ну, почему? Потому что была уже построена другая власть Ну, он ее называет дисциплинарной Но точно так же она известна, как власть над трудом Человек, встроенный в машину Поставленный на рабочее место Ну, если говорить современным языком, там, конвейеру Которого тогда еще не было Ну, разделение труда уже было очень серьезным Так-то его не надо третировать никакими формами феодальной власти Можно от всего предыдущего Его можно свободно освободить Извините за масло масляное Но Потому что он уже вставлен в другую, гораздо более серьезную систему принуждения Так с тех пор мы же не стоим на месте Мы уже кое-что еще придумали Теперь мы не просто тело человека вставляем в определенную организацию Труда То, что называл Фуко дисциплинарной властью Мы теперь мозги вставляем в информационную конструкцию В технологию, в информационный конвейер Да, в информационный конвейер И это новое, это то, чего не было В момент Великой Французской революции А так теперь мы можем и от труда человека освободить В принципе, пожалуйста, он у нас может бездельничать, сидеть в интернете Наркотики принимать легально И вообще развлекаться, как он хочет Потому что мы знаем, что мы теперь мозги контролируем Так мы можем сильно расширить пространство свободы Но только Свобода ли это? И какой свободы? Ну да Что ты свободен делать? Ты свободен щелкать фотоаппаратом И, так сказать, в этом креативность проявляется Ты снимки делаешь красивые Ты свободен сидеть в соцсетях И хавать из этих сетей все, что можно в интернете И что не можно в интернете Ну и, в принципе, да, дальше Полная сексуальная свобода Вплоть до, так сказать, педофилии Инцеста у нас там дальше Тело можно освободить Ну вот То тело, которое в 18 веке вставляли в дисциплинарную власть В труд То есть, если ты взял мозги И контролируешь уже мозги Ну, в кавычках То, в принципе, тело можно освободить Ну да Пусть гуляет Вернемся к Сирии Вернемся к Сирии Так вот Понимаете, в чем дела? Да нет никакой фабрики государств Ну, невозможно взять и построить государство Там, где его не было Это все-таки основная единица истории Наша цивилизация Вообще вся человеческая На планете Земля Не китайская или русская там какая-то А, ну, вид наш гомосапиенс Да Он живет с помощью государств в настоящий момент В настоящий момент это и есть история Вот все, что мы знаем как история Это история государств Да, вот они конкурируют друг с другом Да, есть одно общество Это планетарное общество Состоящее из государств Никакой другой формы исторического существования Пока нет И поэтому Каждое историческое государство Есть действительная ценность Не выдуманная нами В результате там Переоценки предыдущих ценностей А та, которая Если мы ее уничтожим То восстановить ее нельзя На самом-то деле Ну и Сирия, кстати Пока и не уничтожена Сирия это историческое государство Что касается Украины Это очень любопытный вопрос Потому что Никакой исторической Украины Как государства Ее не существует Ну, сужила система административного управления Называемая Украинская Советская Социалистическая Республика Да Это действительно И из нее попробовали сделать государство Кстати Усилия эти продолжались 25 лет Или что-то около того Да Начиная с распада Советского Союза И что-то не очень пока выходит каменный цветок У Данила Мастера Не очень То есть вот эта историческая основа Она играет Одной из Одной из самых важных ролей Она определяющую роль играет Поэтому Ну это как Даже не знаю с чем сравнить Понимаете Но Да, с рождением человека Можно сравнить Но вы можете его воспитывать Учить Ну, уже родиться там Должно сначала до этого Ну Ну, правильно Да Ну вот И в семье не бывает Вообще виртуально Непонятно сколько детей Их один, два или три Или двенадцать Ну, кстати Вот на Украине, Тимофей Есть такое мнение Активно обсуждающееся Ну, так вот На этом конфликте С Крымом и с Донбассом Родилась украинская нация Родилась Ну, это Понимаете Такое ведь можно утверждать Только исторически Спустя, ну, так Пускай хотя бы двести лет пройдет И там, как говорится Будем посмотреть Что там родилось Или умерло, наоборот Это незаконное осуждение В смысле пространства-времени Оно не может быть так локализовано Хронотоп не соответствует Как говорят умники О, как О, точно Ивана, как Хронотоп Не соответствует А вот смотри Ну, на фоне того, что ты описал Про историчность государства И про то, что это основная Единица планетарного общества Мне кажется, это принципиально важная мысль Вот Сан Саныч Зиновьев Утверждал, что на этом фоне Появляется некая новая сущность Под названием Сверхгосударство И сверхобщество Как это соотносится с той картинкой Которую ты сейчас нарисовал Ну, непосредственно Потому что Ну, как вы понимаете Ведь Ну, все живущие Организмы Так скажем И государство И люди Они представляют из себя проблему Поэтому они только и живут Разрешая эту проблему До тех пор, пока они ее не разрешили Они живы Это к вопросу о методе рассуждения Вот А если говорить о предмете Ну, конечно Ведь Государство Весь 20-й век Находилось в кризисе Ну, в 19-м веке Марш сказал, что ему Конец этому государству Давайте мы поможем умереть И 20-й век Прошел под знаком Политики Превышающей собой Любое государство Ну, советская политика была такая Коммунистическая Коммунизм был важнее страны Ну, вначале это вообще считалось Что вся страна должна быть использована Для того, чтобы мировую революцию Лев Давыдович Разжечь Да Ну, даже и после этого В одной отдельно взятой Тоже ж мы Должны были построить Именно общественный строй А уж что там будет с государством Ну, будет работать как средство Ну, это средство В результате развивалось И социалистическое государство Это сверхгосударство Это еще до всяких Америк там Которые Избранные и избранных То есть здесь идея и цель Шла впереди некой формы Можно и так сказать Но, конечно Государство не стоит на месте Потому что Общепризнано Что государство находится В кризисе Начиная с нового времени А 20 век Стал просто Периодом Ну, технического освоения Этого кризиса Ну, одновременно И начали создаваться Государства Которые способны Этот кризис преодолеть И в принципе Конструкция Ну, реального социализма Которая у нас была Это сверхгосударство Собственно, ее первую Зиновь и описывал Ну, в тех работах Которые многие посчитали Диссидентскими В то время как Это была позитивная социология Нового явления Исторического Ну, а дальше Ведь Ну, хорошо Ну, допустим Советского Союза нет А Ну, как там было В этом фильме Дом сломали А стеночка-то осталась Идея-то осталась Конструкция-то осталась Ну, знаете Если не мы Это будем использовать Это будут другие использовать Нет, ну, американцы С 50-х годов Срисовывали все это Ну, что вы Там такой штат Рисовальщиков Для этого был То есть Советология И криминология Это было основное Направление развития Гуманитарных дисциплин Там Ну, естественно Так ведь Они же исходят Из простой вещи Все это наука Проводится Гигантский эксперимент Создается Новое государство Которое способно Преодолеть Исторический кризис Государства Ну, только идиот Не будет за этим следить И не будет это изучать Они изучали А теперь хочется спросить В украинском Как в том Украинском анекдоте И что это им дало? Ну, это им дало Много чего То есть Они вообще-то Понимают Что Что можно Что нельзя делать Располагая государство Ну, например Что оно все-таки Обладает конкретной Емкостью Ну, нельзя создать государство Размером с планету Они не стремятся К буквальной колонизации Всего и вся Они стремятся Остаться одним государством А чтобы вокруг был хаос Приблизительно Вот такая концепция Ну, ведь культурно-исторически Это и есть страшный ресурс Да, потому что Если ты у себя Цивилизационное достижение Оставляешь В виде государства А всех остальных Его лишаешь Вот ты Так это и есть формула Так это и есть формула Исключительности Она же в этом и заключается Это ее действительно Позитивно Реальное содержание Тут же еще интересно Вот мне кажется Что ты думаешь По этому поводу Мне кажется Там еще Эта дегосударственизация Производится Еще и под прикрытием Да, потому что Там многие Малые государства Европы На самом деле Являются не государствами А самоуправлениями Да, и местными Есть ли государства В Латвии Есть ли государства В Литве Ну, ладно Этих-то Ну, давай спросим Про Голландию Про Бельгию Ну, этот вопрос Давно уже решен Цивилизационно Когда-то Стоял вопрос О том Ну, что сильнее Город или государство И вообще была такая концепция Что Ну, вот город Это и есть государство Ну, все-таки Довольно давно Вопрос решился Что государство Масштабнее Чем просто город А города входят Внутрь государственных конструкций Но эти самоуправления Как ты их назвал Ну, да Они чем-то похожи На старые добрые города Внутри уже государства Они могут Например, решать Какие цвета Покрасить фасады Своих домов Это важнейший момент Или где будут Пролегать тропинки В парках Ну, поэтому Есть вот эта обманка Да Вы Ну, когда выдают На самом деле Местное самоуправление Якобы за государство А государство Находится совсем В другом месте По отношению К этому самоуправлению Да, ну, конечно Кстати, полезно Читать конституцию Иногда Такой философский текст Конституция Российская Федерация Там, в принципе Ясно сказано Что самоуправление Это не государственная власть Это отдельный вид власти Достойный Важный Занимающий свое место Но он не может Решать государство Не должен Не может решать Государственных задач Петр спрашивает Что вы вкладываете В понятие Сверхгосударства Ну Собственно говоря Я-то свою точку зрения Уже и выразил Что это Термин Который Александр Зинуев Использовал Для того Чтобы Обозначить Вот эту Зону развития Государственности Историческую Возникшую После кризиса Государства Начинающегося С нового времени Ну Протекающего Во всей Так сказать Европейской цивилизации И В 20 веке Обострившегося До предела И выразившегося В мировых войнах И революциях Что возникнет Новое Что государство Выживет Преодолеет Все вот эти Свои Недостатки И Снова Поставит Под системный Контроль Власть Ну потому что Власть Человеческому Обществу Присуща Как базовое Отношение Ее Нельзя изъять Но Государство Есть способ Системного Контроля Власти Во имя Того Чтобы Много людей Там могли Лежать Ну да Кризис О котором Ты говоришь В общем-то Это же Выход Власти Из государства И помещение Его например В обществе Ну так же Да Ну так же Есть и Чисто предметный Способ Этот термин Определить Ну государство Которое Стоит Над другими Государствами Не просто В том смысле Что оно Политически Их сильнее А что Он начинает Использовать Для своего Собственного Строительства Как кирпичи Так можно Сказать Тоже Советский Союз Был сверх государством Не всякого Сомнений Тогда давайте Зайдем С другой стороны Вот нас тоже Один слушатель Вводит В эту плоскость Без каких Государственных Институтов Может существовать Институт Государства Точно можно Сказать Что он Не может Существовать Без права А без армии Если мы Считаем Армию Институтом Ну Конечно же Он не может Существовать И без армии Но это мы Как с вами Будем осматривать Слона Ощупывая его Ну На предмет Хобота Хвоста Ног Без всего этого Ушей Больших Красивых Слонових Без всего этого Слона не бывает Но тем не менее Ни одна из этих частей К слону Как бы не сводится Его не определяет Ну Давайте два слова О понятии государства Может быть тогда Ну когда появилось государство Это действительно связано С идеей защиты Фундаментальной Но что мы защищаем При этом Вот что самое главное Потому что Племена тоже воевали Друг с другом За ареалы охоты И собирательства И там даже Наверное Были люди Которые И охотиться могли И убивать Не только Животных Но и членов Другого племени Или рода Но это еще Не государство И не армия А вот с того момента Когда у людей Появилось поле Сельскохозяйственное Ну то что называется Неолитической революцией Произошло И они перестали Шляться По лесу Или по полям И стали сами Создавать те продукты Которые раньше Им давала природа Ну вместе с природой Конечно Но сами И вот это Они защищают Как свою территорию То есть появилась Такая вещь Как территория Чтобы ее защищать Ну да Нужна армия Но точно так же Нужно им право И эти системы Оказались Настолько вместительными Что там Стали жить Миллионы людей И никаком Племени Миллион человек Жить не может А в государстве Может Ну что мы сейчас Уйдем на новость Уважаемые радиослушатели Присылайте свои вопросы Формула смысла Покажется ли вам Интересным и любопытным Этот вопрос Который я отметила Национальные традиции Насколько сильно Влияют на государство И его развитие Понимаешь Не можем Абстрагироваться Национальные традиции Ну вот на Украине Очень легко Проследить Насколько Национальные традиции Влияют Там национальные традиции Тиреонационализм Одно и то же Вот они пытаются Построить государство На национальных традициях В данном случае Националистических Или нацистских Кстати удастся Какой твой прогноз Ну Я здесь доверяю Марксу Все что второй раз В истории бывает Это фарс всегда И комедия Извините Ну то есть Тот уж ничего не поделаешь Вот Но Давайте Про национальные Тогда да Уж лучше Чем про традиции Потому что Традициями тут и не пахнет Потому что традиция Это вообще-то культура А культур меньше Чем государство Это Ну Совсем другой Другая субстанция Есть идея нации Она кстати Точно так же Идея кризиса Государства Что государство Должно быть Чем-то вроде Собственности Своего народа Народ выше Чем государство Что народ Будет пользоваться Государством И идея нации Она вот Ну если вкратце То в этом и заключается Нация это то Что овладела Своим государством Начала пользоваться им Как инструментом Ну кстати Обратите внимание Что либеральная версия Того же самого Это Мы ее слышим постоянно Да государство Это же сервисная система Она же обслуживать нас должна Да Это такое Разводило В одной из самых мощных Разводило Да Но это же то же самое Что и нацизм Очень удобно Не вслушиваться в это Но Если вслушиваться То сразу и услышишь Так ли это Да в общем-то нет В общем-то Народ-то Конечно живет Благодаря государству Это его дом Но Когда мы уже защищаем Свой дом То ведь может так остаться Что мы же существуем Ради дома А не дом ради нас Потому что дом ведь Должен и другим поколениям Достаться А не только тем Кто живет сейчас И в нем есть также Духи наших предков Живут они в этом доме А не в другом Если его сломать И негде будет жить Тут приблизительно Вот такое соотношение Государство Имеет историю И традиции Оно их имеет И благодаря этому Их имеет и народ Но есть простой Пример Кстати Его сейчас действительно На Украине Используют Этот пример Но это еще В общем Гитлер знал Что если У него У них была хорошая Культурология У немцев И хорошая теория культуры Они прекрасно знали Как с этим обходиться Если снести все памятники То есть такую форму памяти Уничтожить Как памятник То что стоит на улице Сделано из камня Или соответственно бронзы То вот того Что в книгах Этого будет недостаточно Чтобы воспроизвести Народ, государство Ну и нацию Кстати тоже Останутся только Книжники-умники А люди забудут Через поколение Кто они вообще Откуда они шли И куда пришли То есть такая форма Историческая амнезия Да, конечно Но это же городская форма Существования Да, читают далеко не все Да, да А сейчас еще меньше Ну а и важно Тут важно Тут важно быть последовательным Вырыть все Чтоб этого точно не было В среде, да Чтоб этого не было, да Вот одними книжками Как утверждали Теоретики культуры И практики Вот И в сыт не будешь Ну так Сейчас же и понятие чтения Размылось очень сильно Да Ты можешь сидеть В социальных сетях И что-то знает Чем заниматься Ты как бы читаешь Ну читаешь ли ты при этом? Нет Ну вот Нет Потому что Чтение Ну во-первых Связано с таким процессом Как понимание И проверка Того что ты понял А этого в сети нет В принципе Ты можешь себе Воображать все что угодно Любые ассоциации Которые у тебя возникли Ну Заменяют тебе понимание А самое главное Что там же нет того Что читать Ведь читать Есть имеет смысл Только то Что претендует На культурный статус То есть Ну или на истинность Или на достоверность Или на традиционность Скажи А вот идея А мы читаем Что одна баба сказала Ну это да А вот идея Того что Государство Это сервис Я хочу Чтобы меня обслуживали Понимаешь Вот Ну в принципе Понятно Это продвигается Очень активно На западе В Америке А так ли это На самом деле Вот у них Государство Это сервис Они это реализовали Или нет Да нет конечно Ну это старый анекдот Про то кто турист А кто завтрак турист Турист думал Что это он турист А съест он Консерву Консерву А вышел медведь И сказал Что все наоборот Это ты завтрак туриста А турист это я Ведь эти отношения Логически обратимы С необычайной легкостью Ну надо будет И ты будешь его обслуживать Просто мы не будем тебе Так об этом говорить Мы будем политкорректно Обходить этот момент Надо еще и вспомнить Что такое сервис Чего вдруг Все захотели Чтобы их обслуживали И когда это появилось Это же способ Занять не занятое В производстве населения А одновременно Возродить старые Старые социальные привычки Когда у людей есть слуги Ну только теперь мы Этих слуг Раньше только Буржуи И феодалы имели слуг А теперь каждый может иметь Только надо это оплатить Ну это на самом деле Вообще процесс Из области сознания А не базиса Если говорить Марксистскими Понятиями Ну мы хотим себя чувствовать Господами Замечательно Можно создать условия Чтобы вы чувствовали себя Господином Ну вы просто Будете ли вы им Ведь ради этого Вводится идея сервисов Да понятно Компенсаторика Ну конечно Вас обслуживают Психологическая компенсаторика Ну а мы кстати Мы тут с этим не дотягиваем Вот там Владимир Пузнер В истерику пришел Он пересказывал Как ему за 15 минут Поменяли паспорт Американский Его Ну американский паспорт Ему за 15 минут Он несколько блогов Этому посвятил И какое он испытал Глубочайшее удовлетворение От того что это произошло Ну действительно Так если можно Такой мелочью Мелкой монетой Расплатиться За гораздо более Серьезные вещи Чего же не расплатиться Да можно поменять паспорт Такая проблема И у нас наверное можно Не ну у нас уже сейчас Так сделать Да и мы к этому идем Но только Какие фундаментальные вопросы Это решает И проблемы Можно спросить Комфорт Тимофей Вы недооцениваете Комфорт Люди Хотят жить комфортно Да безусловно Ну Что с этим делать Вы предлагаете нам Ну Вы знаете Дьявол Какие В какие игры с людьми играет Он обязательно им даст То что они хотят Они просто никогда Не знают Чем они за это заплатят Ну да Ждайте Булгакова Там все в принципе Рассказано Про это Буйся того Что ты хочешь получить Конечно Ну хочешь комфорт Получишь Спрашивают по поводу Непризнанных государств Доказали ли эти государства То что признание Необязательно Необязательная необходимость Для перспектив развития Ну речь идет По всей видимости О конкретных Непризнанных государствах Мы же не будем сейчас Всю историю подумать Южная Сития Там Абхазия Карабах Ну Понимаете Ну да Это заявка На государственность Состоится она Или нет Покажет история И жизнь Об этом наверное Преждевременно Говорит сейчас Ну это заявка Как говорится В спорте говорят Заявка на успех Ну то есть Они во всяком случае Сами себя Уже учредили И сами для себя Они существуют Кстати по моему Осетию кто-то признал Ну нет общего признания Да Вот Но Ведь Это самоутверждение Ну и как любой Историйский процессор Не будет быстрым Да История покажет Имеет это право На существование Или нет Ну вот интересно Украина вроде тоже Такую заявку сделала А что Что ждет наших Украинских братьев На этом пути Пока по моему Они делают все Чтобы государство Все таки не состоялось Ну понимаете Наверное Пример Украины Очень как бы Прозрачен Гораздо прозрачнее Чем там Приднестровье Или Осетия Или еще что-то Ну да Есть заявка Даже текст ее Можно прочитать В чем он заключается Никогда 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 Мы не будем Сами по себе И не будем независимыми Мы хотим Включиться В другую систему Мы из вашей системы Хотим выйти А включиться Хотим в другую Ну так это На что заявка Не думаю Что это заявка На создание государства Потому что Государство все таки Сначала утверждает Саму себя Ну Они же смотрят Успешно проделала Прибалтика Эстония Латвия Литва Они проделали Это успешно Ну там Болгария Какая-нибудь Тоже Вот она даже Продемонстрировала Как успешно Она отказалась От газопроводов Отказалась От строительства Атомной станции С нами Ну много От чего Отказала Запретила Единственное Запретила Пролетать Нашим самолетом Через себя И так далее Вот в Болгарии Даже Польша Со всей ее Спесью Польской И то себе Работает Инструментом Американским И не пыхтит Ну а Украине Что помешает Это Может они тоже Счастье Обретут На этом пути Может обретут Только счастья Никогда не хватает На всех А давайте Этот разговор Продолжим После короткого Выпуск новостей Формула Смысла Насколько я понимаю Тимофе не до конца Ответил На вопрос Ну да Насчет того Что Счастье будет Неполным Или не для всех По поводу Украины Что-то Име Ну понимаете Во-первых Во-первых Действительно Существует Индекс Счастья Это вполне Себе А его Кстати Меряют И существуют Счастливые люди И счастливые страны Они правда Счастливые Сугубо Своей Преемственностью Своей жизни Это в основном Где-то в Юго-Восточной Азии Такие явления Происходят В районе Непала Вот А Ну Украина Чего ждать Надо же прямо сейчас Быть счастливым Потому что Они уже В принципе Включились В главное В европейскую политику Они являются Ее участниками И я Если Внимательно Посмотреть На то Что там происходит Все присущие Этому Явлению Обстоятельства Там уже есть Так что Надо быть Счастливым Прямо сейчас Потому что По большому счету Ничего другого Уже не будет В принципе Мечта ведь реализована Все так нет Вот это оно и есть Вот он Вот европейские политики Европейский дом Так он и устроен Так все Внутри него и происходит И американский хозяин Все уже приобретено Нет Ну это же реальность Да Это же невоображаемый дом А настоящий Поэтому Если он нравится Так надо быть Прямо сейчас Счастливым Ну хорошо Еще один аспект Не так много Времени у нас Скажи пожалуйста Вот есть Про государство Еще такой Очень мощный Я не побычу С этого слова Миф Про то что Государство Должно уйти Из экономики Из хозяйственной жизни Вообще Чем меньше Государство В хозяйственной жизни Тем лучше Что вообще Это Наши либералы У них Это икона Ну да Это икона стиля Словесного Вот Это обязательная мантра Которая всегда Приговаривается Ну Тогда Когда это было Там Скажем так Один из первых разов Сказано Публично И поимело Политические последствия Это имело Некоторую Вполне конкретную Направленность Предмет Ну а именно Мы были Государством Сверхкорпораций У нас Все хозяйственные Процессы Советский Союз Да конечно Все хозяйственные Процессы Буквально Управлялись Из единого штаба И мы Не справились С проблемой Управления Хозяйством Причем Не справились Очень любопытным Образом Ведь Некоторые цели Мы просто Не ставили А поэтому У нас чего-то И не было Мы считали Что нам Что-то не нужно Ну не нужны Нам были джинсы А выяснилось Что нужны И видеомагитофоны Мы считали Что нам не нужны Поэтому у нас их и не было А не потому Что мы не могли Их произвести Это большой миф Про то Что мы чего-то Там не могли Мы все Чего посчитали Нужным произвести То произвели Но выяснилось Что мы цели Неправильно ставили Да Вот такая Централизация И Может быть Так сказать Административная Манера Управления Она казалась Неэффективной Но она Отнюдь не единственная Однако это Вовсе не означает Что если мы От такой манеры Отказываемся Что государство Почему-то куда-то уходит Да государство И есть структура экономики Основная Вспомните С чего начинались Государства Ну Междуречия Или Египет Соригационной системы Которая позволяла Ну создать урожайность И планируемое Планируемое производство Пищи Для огромного народа Ну точно так же И здесь Конечно Сегодня Экономическая деятельность Может быть Ну в значительной степени Индивидуализирована Однако есть И есть иллюзия Что она не связана С территорией Что мы можем В любом месте Земли Сделать все что угодно А кажется нет Надо такую простую Вечку Как офис открыть Мы можем только В крупных столицах Там есть инкубаторы Соответствующие Инфраструктура Это то что Не только осталось Как признак территории И признак государства Потому что она не может Существовать Вне государства А наоборот Она Ее значение Продолжает увеличиваться Никакая деятельность Экономическая Вне развитой инфраструктуры Невозможно А планировать Развитие инфраструктуры Обеспечивать его Может только государству Другое дело Что оно не должно Это делать методом Госплана Наверное Так оно уже и не делает Давно Уже давно не делает Проблема управления Она как была Так и осталась Она есть не только у нас Она есть во всем мире Как эффективно Управлять деятельностью Но если мы хотим Иметь Серьезную экономику Ну все таки Мы транссиб построили Когда? Век назад Век назад Ну что-то там Наверное еще надо построить Чтобы состыковать Наш евро Евро Азиатский союз С шелковым путем Даже не знаю Какое слово там Сопряжение 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 Да Вот А что развиваться Не будет Ну кстати Если вспомнить Кризис Последний большой Признанный Американский Великую депрессию То они выбрались Из этой великой депрессии Путем активнейшей Государственной деятельности Никакой не бизнес Там не либерализм Никуда выходил Если говорить о так называемой Рейгономике Которая якобы Была очень либеральной Там и так далее Ну англосаксы Надо понимать К которым относятся По политической культуре И американцы Они активно используют Также действия Своего государства За границами Оффшор И оверсист За морями То есть они В принципе Используют свое государство Как хозяйственный таран Для вскрытия Новых рынков Которые им нужны Новых источников Ресурсов Которые им нужны И делает это государство Потому что это оно Направляет Корабли Авианосцы Самолеты Туда где нужно Решить хозяйственные вопросы Между прочим Экономические Начиная с опиумных войн Мы знаем Как это делается Да Эффективная была технология Ну а сейчас тем более При глобальном мире Эти интересы Могут быть где угодно Спрашивают Всегда ли государство Должно Опираться Либо на Историю Либо на какое-то Светлое будущее В которое нужно стремиться Можно Государство Существовать без этого Понимаете Оно может И только так И существует Оно на само На себя опирается На свою Обязательность Для человеческого Существования Просто и история И светлое будущее Становятся Ну элементами Его устройства Историю Мы знаем И преподаем Школе И вузе И наблюдаем В виде памятников На наших улицах Которые вообще-то ставят Как правило Государство Мы и знаем То о том Что такая история есть Благодаря государству К этому самому Конечно Но Вопрос правильный Насколько Какой мере проект Может быть Какой мере проект Может быть источником Может Мы это знаем По советской истории Может быть проект Мощным источником Государственного строительства Но надо понимать Что это Нечто вроде допинга То есть Это дает нам Мощный рывок Но проект всегда Заканчивается Надо быть готовым К тому Что проект закончится Проблема советская Это в этом была Да И мы были не готовы К тому что Ну проект уже закончился Надо или создавать следующий Или жить некоторое время Без проекта Что тоже возможно Как бы подтягивая Традицию И историю К достижениям проекта Уже завершенного Все это можно делать Но я думаю Это ключевую вещь затронул Мы даже не осознали Это И в момент падения Союза Мы не осознали Что проект закончился И надо или перепроектировать Или быть готовым Жить без проекта Что тоже возможно Да или как-то вообще-то Это осмыслить Да что произошло Но понятно Что мы там Со времен Хрущева Вообще перестали проектировать Социально перестали проектировать Ну конечно И тогда вопрос о том Жить с проектом Или без проекта Как-то теряет Свою прокладную привлекательность Потому что Ну если ты вообще ничего не делаешь То Целей не ставишь Ну конечно То оно и деградирует Иди направо По морде получишь Иди налево По морде Вообще куда-нибудь иди Иначе прямо здесь У камня по морде получишь А у тебя какое ощущение Понятно что Американский проект 20 века Строился Как контрдействие По отношению к советскому Во многом И все таки мы там были Локомотивом истории Что бы они не пожалеют Я думаю что советский Да я думаю что даже дело Не в том что он был Контр по отношению к советскому Это элемент 20 века Американский проект Если это вообще можно Дать проект В 20 веке заключался Вот это в чем Надстроиться Над европейским конфликтом Надстроиться над конфликтом Мощнейших государств Которые в Европе Поссорились между собой И извлечь за то Максимум выгоды Это актуально для века 21 Это актуально Это является трендом Развития американского Думаю что Это прошлое Думаю что это прошлое Хотя они по инерции Пытаются Разжечь По максимуму Противоречия Между европейскими Государствами И остаться За счет этого В позиции управляющего Над схваткой Но выглядит это Так же как с Украиной У нас полторы минутки До конца эфира Спрашивают На каком этапе В Советском Союзе Нужно было менять проект После войны Ну в принципе Сталин делал попытки У него есть Незаконченная работа На экономическую тему А стоимости При социализме Это если говорить Ну буквально предмет Вот Там надо чисто сказать Больших успехов Не добился Не добился Но мы же не Сталина Сейчас прославляем А ищем отметку Во времени Где эта зарубка Так же спрашивают Когда Вот Естественно была задача Восстановления Хозяйства И жизни После войны Да И это 10 лет минимум Ну собственно говоря Начиная там С 55-го 58-го года Ну с фестиваля Нужен был новый проект Да Нужен был новый проект Вместо этого Хрущев нашел Другой способ Обругать Все что было до этого И сказать что мы снова Будем строить коммунизм Даже построим его К 80-му году Что он имел ввиду Он никому не сказал Но у нас были 60-е Время когда С одной стороны Мощно продвигалось Реальное хозяйство И производство А с другой стороны Мы жили в рамках Коммунистической утопии Я думаю что мы в следующий раз С тобой встретимся И проанализируем Все таки Светскую историю Насколько это В течение часа Можно будет сделать А сейчас я хотел сказать Спасибо за разговор До свидания До пятницы Формула смысла С Дмитрием Куликовым И Ольгой Подолян Субтитры сделал DimaTorzok